Джон Бивер Приманка сатаны Глава 12 Месть – это ловушка. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Римлянам 12 глава стих 17 Как мы уже ясно видели в предыдущей главе, держаться за непрощение – это то же самое, что продолжать считать кого-то своим должником. Когда с кем-то несправедливо обошлись, он думает, что обидчик стал теперь его должником. Он ожидает какой-то платы – денежной или моральной. Наша судебная система существует для того, чтобы защищать права пострадавшей стороны. Судебные иски возникают из-за того, что люди пытаются добиться погашения своих долгов. Когда один человек обидел другого, человеческая справедливость говорит – «Они предстанут перед судом за содеянное и заплатят, если будут признаны виновными. Непрощающий слуга хотел, чтобы его товарищ заплатил ему долг, поэтому он подал на него в суд. Это не путь праведности. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано – «Мне отмщение, я вас дам, говорит Господь». Римлянам, 12 глава, стих 19. Дети Божьи не могут мстить за себя. Но именно к этому мы и стремимся, когда отказываемся прощать. Мы жаждем мщения, замышляем и осуществляем его. Мы не прощаем, пока нам полностью не вернут долг, и только мы можем определить приемлемые размеры этой компенсации. Когда мы стремимся сами компенсировать причиненный нам ущерб, то ставим себя в положение судей. Но мы знаем следующее. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Не сетуйте, братья, друг на друга. Чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. Иакова, 4 глава, стих 12. 5 глава, стих 9. Бог, праведный судья. Он совершит справедливый суд. Если кто-то согрешил и по-настоящему покаялся, то кровь, пролитая Иисусом на Голгофе, сотрет этот долг. Вы можете сказать. Но ведь это со мной худо поступили, а не с Иисусом. Да, но вы не осознаете, какое ужасное зло вы причинили Иисусу. Он был невинной жертвой, не имеющей пятна или порока, в то время как каждый из нас согрешил и достоин смерти. Каждый из нас нарушил Божьи законы, намного превосходящие государственные. Если поступать по справедливости, то каждый из нас должен быть приговоренным к смерти рукой наивысшего правосудия во Вселенной. Возможно, вы не сделали ничего такого, что спровоцировало бы другого человека причинить вам зло. Но если вы сравните то, как поступили с вами, с тем, что вам было прощено, то увидите, это просто не поддается никакому сравнению. От этого ваш долг Богу не уменьшился бы ни на грамм. Если вы чувствуете себя обманутыми, вы забыли, какую милость вам оказали. Мрачные области недовольства и возмущения Если бы вы согрешили против меня во времена Ветхого Завета, у меня было бы законное право потребовать возмездия в точно таком же размере. Тогда было позволительно требовать погашения долга, воздавая злом за зло. Левит 24 глава стих 19 Исход 21 глава стихи с 23 по 25 Закон был верховным судьей. Иисус еще не умер, чтобы освободить подзаконных. Посмотрите, как он обращается к верующим Нового Завета. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Иисус упраздняет всякие мрачные области, где было позволено недовольство. Фактически он говорит, что наше отношение должно быть настолько далеким от мщения, чтобы мы могли послужить другим людям. Когда мы стремимся самостоятельно исправить причиненное нам зло, мы ставим себя в положение судей. Непростивший раб в 18 главе Евангелия от Матфея сделал это, когда посадил своего товарища в тюрьму. В свою очередь, этот непростивший раб сам был отдан истязателям до тех пор, пока он не заплатит все сполна, а его семья продана. Мы должны уступить место праведному судье. Он воздаст по правде, только его суд праведен. Однажды я проповедовал об обиде в церкви в Тампе, штат Флорида. После проповеди ко мне подошла одна женщина. Она сказала, что простила своего бывшего мужа за все, чем он ее обидел. Но когда она слушала мою проповедь о том, как оставить обиду, то почувствовала себя очень неуютно и осознала, что у нее по-прежнему нет внутри мира. «Значит, вы так и не простили его?» – сказал я ей мягко. «Нет, простила», – сказала она. Я проливала слезы прощения. «Вы могли плакать, но так и не отпустить его». Она настаивала, что простила его. «Мне ничего от него не надо, я отпустила его». «Скажите мне, что он вам сделал?» – попросил я. «Мой муж был пастором церкви. Он оставил меня и наших троих сыновей и убежал с одной женщиной, которая была одной из ведущих в церкви. У нее на глазах появились слезы. Он сказал, что женился на мне не по воле Божьей, потому что совершенной волей Божьей для него была женитьба на той женщине, с которой он потом и убежал. «Муж сказал мне еще, что она была ценным вкладом в его служение, потому что оказывала ему намного больше поддержки, чем я, и что я была препятствием для него, критиковала его. Всю вину за разрушение нашего брака он возложил на меня. Он так и не признал, что в этом была и его вина». Нет сомнений, что тот человек был в обольщении и поступил ужасно со своей женой и детьми. Его жена настрадалась от него и ждала, пока он заплатит ей свой долг. Этот долг заключался не в алиментах и не в материальной поддержке детей, так как ее новый муж обеспечивал семью. Долг заключался вот в чем. Она хотела, чтобы он признал себя виноватым, а ее – правой. «Вы не простите его, пока он не придет к вам и не скажет, что это он виноват во всем, а не вы, и затем попросит у вас прощения. Этот неуплаченный долг держит вас в рабстве», – сказал я ей. «Если бы Иисус ждал, пока мы придем к нему с извинениями и скажем, мы были не правы, а ты прав, прости нас, он не простил бы нас на кресте». Страдая на кресте, он воскликнул. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки, 23 глава, стих 34. «Он простил нас еще до того, как мы пришли к нему и исповедали наш грех». Апостол Павел предупреждает нас. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Колоссянам, 3 глава, стих 13. «И будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам, 4 глава, стих 32. «Когда я сказал этой женщине, вы не простите его, пока он не скажет, я был виноват, а ты была права», по ее лицу потекли слезы. То, чего она хотела, казалось крохотным по сравнению со всей той болью, которую он причинил ей и их детям. Но она находилась в рабстве у человеческого правосудия. Она сделала себя судьей, притязая на свои права получить долг и ожидая его уплаты. Эта обида мешала ее взаимоотношениям с новым мужем. Это также повлияло на ее отношения ко всем мужчинам, имеющим власть, потому что прежний муж был также ее пастором. Часто Иисус сравнивал состояние наших сердец с состоянием почвы. Нам заповедано укорениться и утвердиться в любви Божьей. Тогда семя Слова Божьего пустит корни в наших сердцах, будет расти и в конце концов произведет плод правды. Этим плодом является «Любовь», «Мир», «Радость», «Долготерпение», «Благость», «Кротость», «Вера», «Милосердие» и «Воздержание». Но почва произведет лишь то, что посеяно в нее. Если мы насаждаем семена долга, непрощения и обиды, то вместо любви Божьей вырастет сорняк. Он называется «Горьким корнем» или «Корнем горечи». Фрэнсис Фрэнджи Пейн дала отличное определение горечи. Горечь – это нереализованная месть. Горечь появляется, когда месть не достигла желаемой отметки. Автор послания к евреям прямо говорил об этом. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Евреям, 12 глава, стихи 14 и 15. Обратите внимание на слова «и чтобы им не осквернились многие». Могут ли эти многие быть теми же людьми, о которых Иисус говорил в Евангелии от Матфея, 24 глава, стих 10, что в последние дни соблазнятся или обидятся многие. Горечь – это корень. Если за корнем ухаживать, поливать, защищать, питать, он будет укрепляться и углубляться. Если с корнем не разобраться сразу же, потом его будет очень тяжело выдернуть. Обида будет расти с каждым днем. Поэтому Павел увещевает нас такими словами. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Ефесянам, 4 глава, стих 26. Иначе вместо плода праведности мы увидим урожай гнева, обиды, ропота, зависти, ненависти, сварливости и разногласия. Иисус назвал все это худыми плодами. Матфея, 7 глава, стихи 19 и 20. Библия говорит, что человек, который не стремится к миру, оставляя обиды, в конечном счете станет оскверненным. И драгоценное в итоге станет испорченным горечью непрощения. Осквернение потенциального царя Мы уже рассматривали с вами в этой книге, как Давид оставался верным царю Саулу даже тогда, когда Саул поступал с ним вероломно. Давид не стремился отомстить за себя, даже когда ему дважды предоставлялась такая возможность. Он был мужем по сердцу Божьему и позволил Богу рассудить его и Саула. Когда Божий суд пришел на Саула, Давид не радовался этому. Он печалился о Сауле, потому что в его сердце не было никакой горечи по отношению к нему. После смерти Саула Давид взошел на престол. Он укрепил страну, достиг военного и финансового успеха и прочно завладел троном. Давид взял себе несколько жен, которые родили ему детей, включая Амнона, его первенца, и Авесолома, его третьего сына. Амнон, сын Давида, беззаконным образом соблазнил свою сестру по отцу Фомарь, которая была родной сестрой Авесолома. Он притворился больным и попросил своего отца послать к нему Фомарь, чтобы она приготовила ему пищу. Когда она это сделала, он выслал из комнаты всех слуг и изнасиловал ее. После этого он возненавидел ее и повелел удалить ее прочь от своих глаз. Он обесчестил невинную царскую дочь, покрыл ее позором. 2 Царство, 13 глава. Не сказав своему брату ни слова, Авесолом забрал сестру в свой дом и возненавидел Амнона за то, что тот осквернил Фомарь. Авесолом ожидал, что его отец каким-то образом накажет брата. Царь Давид пришел в ярость, когда услышал о беззаконии Амнона, но ничего не предпринял по этому поводу. Авесолом был ужасно раздосадован тем, что отец не осуществил правосудие. Когда-то Фомарь носила царские одежды, предназначенные для царских дочерей девственниц. Теперь же она облеклась в стыд и позор. Она была очень красива и, возможно, находилась в большом почете у народа. Теперь же она жила в уединении, не имея права выйти замуж, так как уже не была девственницей. Это было несправедливо, ведь ее обесчестили, когда она по поручению царя ухаживала за Амноном. Ее счастье закончилось. В то же время совершивший это беззаконие жил, как ни в чем не бывало. Она одна понесла всю тяжесть этого горя. День за днем Авесолом наблюдал за своей печальной сестрой. Счастливая жизнь принцессы превратилась в кошмар. Авесолом ждал целый год, чтобы его отец совершил правосудие, но Давид ничего не предпринял. Авесолом обиделся на своего отца и возненавидел нечестивого Амнона. Два года спустя его ненависть к Амнону привела к зарождению плана убийства. «Я отомщу за свою сестру вместо отца, которому надлежало бы это сделать». Вероятно, думал Авесолом. Он устроил пир для всех царских сыновей. Пришел Амнон, ни о чем не подозревая, и Авесолом убил его. Совершив таким образом свое мщение, Авесолом убежал в Гессур. Но обида на отца разгоралась в нем все больше и больше, особенно тогда, когда он находился вдали от дворца. Мысли Авесолома были отравлены горечью. Он стал критиковать недостатки Давида. Однако он хотел, чтобы отец позвал его. Но Давид не сделал этого. Это подлило масло в огонь обиды Авесолома. Возможно, у него были такие мысли. «Народ восхищается моим отцом, но они просто слепы и не видят его подлинной сущности. Он всего лишь корыстный человек, ищущий своего, прикрывающийся богом, как ширмой. Да он еще хуже, чем царь Саул». Саул лишился престола из-за того, что не убил царя Амаликитян и пощадил несколько из его лучших овец и валов. Мой же отец совершил прелюбодеяние с женой одного из преданных ему мужей. Затем он скрыл свой грех, убив этого человека. Он сам является убийцей и прелюбодеем. Вот почему он не наказал Амнона. И он еще прикрывается своим фальшивым поклонением Господу Богу. Авесолом оставался в Гессуре три года. Прошло время. Давид успокоился и перестал скорбеть о смерти своего сына Амнона. Иоав уговорил царя позвать Авесолома домой. Но Давид по-прежнему отказывался встречаться с сыном. Прошло еще два года, и Давид, наконец, восстановил к нему свое благоволение, возвратив все привилегии. Но обида в сердце Авесолома оставалась такой же, как и раньше. Авесолом умел мастерски притворяться. Авесолом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авесолом Амнона. Второе царство, 13 глава, стих 22. Многие люди умеют скрывать свою обиду и ненависть точно так же, как это делал Авесолом. Пребывая в таком обиженном состоянии, имея ко всему критичное отношение, он начал привлекать к себе тех людей, кто был недоволен царем, уделяя время тому, чтобы выслушать жалобы каждого человека. Он плакал и говорил, что все было бы иначе, если бы он был царем. Он рассматривал и судил дела израильтян, так как у царя якобы нет для этого времени. Возможно, Авесолом рассматривал их дела и разбирался с ними, потому что он сам чувствовал, что с его делом так и не разобрались по справедливости. Казалось, что он заботился о народе. Библия говорит, что Авесолом украл у своего отца Давида сердца израильтян. Но что же происходило на самом деле? Действительно ли он заботился о людях? Или же он лишь искал способ свергнуть обидевшего его Давида? Эксперты по чужим ошибкам. Авесолом склонил Израиль на свою сторону и восстал против Давида. Царю Давиду пришлось бежать из Иерусалима, спасая свою жизнь. Все выглядело так, будто Авесолом утвердит свое царство. Однако, преследуя Давида, он был убит, несмотря на то, что Давид приказал оставить его в живых. Авесолома фактически погубили его собственное горечь и обида. Человек с такими потенциальными возможностями, наследник престола, умер в расцвете силы из-за того, что отказался простить своего отца, которого он считал своим должником. В результате этого он осквернился. Помощники лидеров церкви часто обижаются на лидеров, которым они служат. Вскоре они начинают критиковать, становятся экспертами по всем ошибкам своих лидеров или тех людей, которых лидеры назначают. Их видение искажается. Они смотрят теперь совсем не так, как смотрит Бог. Они считают, что их миссией в жизни является освобождение всех окружающих от несправедливого лидера и склоняют к себе сердца рассерженных, недовольных и несведущих людей. Прежде чем они осознают это, происходит разделение в церкви или в служении. Точно так же, как в случае с Авесоломом. Иногда их наблюдения являются правильными и точными. Возможно, Давиду нужно было что-то сделать с Амноном. Возможно, у лидера есть области, где он совершает ошибки. Но кто судья, вы или Господь? Помните, если вы сеете вражду, вы ее и пожнете. То, что случилось с Авесоломом, и то, что происходит в современных служениях, это процесс, занимающий определенное время. Мы часто не знаем о том, что в наши сердца вошла обида. Горький корень едва заметен в начале своего развития. Но когда его питают, он будет расти и становиться крепким. Как увещевает нас автор послания к евреям, мы должны внимательно следить за тем, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Евреям, 12 глава, стих 15. Мы должны исследовать свои сердца и открывать себя Господу, чтобы Он мог исправлять нас, ибо только Его Слово может различать и судить помышления и намерения наших сердец. Евреям, 4 глава, стих 12. Дух Святой обличает, говоря через совесть человека. Мы не должны пренебрегать Его обличениями или угошать Его. Если кто-то из вас сделал это, покайтесь перед Богом и откройте свое сердце для Святого Духа. Один служитель однажды советовался со мной о своем деле. Он был помощником пастора в одном городе, и пастор уволил его. Казалось, что пастор завидовал этому молодому человеку и боялся его из-за того, что рука Божья была на нем. Через год тот служитель, которого уволили, решил, что Господь хочет, чтобы он начал новую церковь в другом районе города. Так он и сделал, и некоторые люди из прежней церкви присоединились к нему. Он был обеспокоен этим, потому что не хотел поступать, как Авесолом. Но в себе он не находил никакой обиды на своего бывшего пастора. Он начал новую церковь по повелению Господа. Это не было реакцией на то, что в его бывшей церкви не оценили его по достоинству. Я указал ему на разницу между Авесоломом и Давидом. А Авесолом вкрадывался в сердца других людей из-за того, что был обижен на своего лидера. Давид же призывал других оставаться верными Саулу, хотя Саул и преследовал его. А Авесолом переманил к себе людей. Давид же остался один. «Оставили ли вы сами свою церковь?» – спросил я его. «Призывали ли вы или поощряли ли вы людей поддержать вас или уйти вместе с вами из церкви?» «Я ушел один и ничего не делал такого, чтобы увлечь людей за собой», – ответил он. «Это хорошо. Вы поступили как Давид. Убедитесь в том, что люди, пришедшие к вам, не обижены на вашего бывшего пастора. А если они все же обижаются на него, приведите их к свободе и исцелению». Церковь этого человека сейчас процветает. Что мне особенно понравилось в нем, так это то, что он не боялся исследовать собственное сердце. И не только не боялся исследовать сердце, но он еще и покорился благочестивому совету. Для него было более важным быть покорным божьим путям, чем доказывать свою правоту. Не бойтесь позволить Святому Духу открыть вам ваше непрощение или горечь. Чем дольше вы их прячете, тем сильнее они становятся и тем более жестким становится ваше сердце. Не ожесточайте сердец ваших. «Как это сделать? Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам, 4 глава, стихи 31 и 32. Субтитры создавал DimaTorzok